Привет, меня зовут Кирилл Фраман, там дорогой холст и Тихий океан. Холст – одна из самых важных точек нашего путешествия. Мы будем здесь три ночи с группой. И сейчас надо придумать, чем мы будем здесь заниматься. Потому что просто пляж – это скучно. Посмотрите, какой красивый океан. Голлф Кост не зря называют «золотым побережьем». Береговая линия восточного побережья Австралии тянется на много сотен километров, если не тысяч. Начиная от Сиднея и Токернса, Голлф Кост – это примерно половина пути. Эти пляжи – они бесконечные. Я нашел неплохое мисточко, куда мы можем приехать с группой. И здесь очень много австралицев, которые предпочитают океанскому побережью. Более спокойный отдых, но в то же самое время довольно интересный. Как я уже говорил, эта мисточка называется «Карамбин Рок Пулс». Переводится как «Каменный бассейн реки Карамбин». Находится в довольно спокойном, тихом месте. Можно сказать, в деревне. Сосны, аркалипты. Вместо птиц здесь, точнее, не то, что вместо птиц. Здесь летают попугаи, ходят коровы, пасутся индюшки. В общем, идиллия. Ну, короче, парень сказал, что с самой вершины прыгнуть нельзя, потому что там не очень глубоко. В Австралии много интересных вещей. Одна из них – это деньги, с которыми можно купаться. Вот то, что я сейчас и делал. Купался, а им хоть бы птиц. Дело в том, что эти деньги пластиковые. Их нельзя порвать, помять. Они все равно становятся как новые. И даже если они мокрые, ничего с ними не будет. Интересное решение, да? Один местный австралиец посоветовал заехать мне в городок Хоффс-Харпорт. Это часа три езды южнее Голд Коста. Но, честно говоря, не очень впечатлило. Может, прием не очень удачное. Хотя сейчас практически середина лета по австралийски. Но город как будто живет на улице. Мало народу, ездит только машина. И невозможно найти, где поездить. Самое прикольное, что здесь произошло пока что – это вот это – слет попугаев. Попугаи просто везде. Они сядут на каждом дереве. И вот по городу стоит такой голдеж. Можете послушать сами. В общем, Хоффс-Харпорт остается пока про запас. У меня есть еще одно местечко, куда я хочу съездить. И которое, как я думаю, может быть, будет интереснее, чем этот городок. Но если вы нас смотрите и не знаете, куда съездить на восточном побережье Австралии, можете иметь его в виду. Ну, в принципе, неплохо, но ничего такого сверхъестественного. Австралия очень интересная страна. Здесь все закроется в 5, ну, максимум в 6 часов вечера. Здесь люди ведут такой неторопливый образ жизни. По крайней мере, в тех местах, в которых мы были. Это же касается заправок. Сегодня после 7 часов вечера, как оказалось, я не мог найти ни одной заправки, которая бы просто работала. Я готов был купить бензин в 3 раза дороже, чем он стоит на самом деле. Но, к сожалению, это невозможно. То же самое касается отелей. Так что в следующий раз, когда будете путешествовать по Австралии, старайтесь до 5 вечера уже селиться в отель и иметь заправленную до конца машину. Потому что в этот раз пустой бак встретил меня вечером в какой-то глуши. И достучаться в этот отель мне помогли только местные, которых я тормознул на дороге с аварийкой, и которые согласились за дополнительную плату меня сюда заселить. И они нашли владельца этого отеля. Он приехал и заселил меня. Но сказал, чтобы в 7.30 меня здесь уже не было. Так что в 7.30 я поеду на заправку. Благо она здесь рядом. Время 7.30 утра. У меня постучались в стукном к двери. И сказали, вали давай скорее. Все, сейчас я в этой маленькой деревушке на 10 домов. Сажусь в машину и еду на заправку. Это как раз то место, куда мы ехали. Второй по высоте водопад Австралии. Называется Валамимби Фоллс. Сейчас он раньше был вот здесь. Сейчас мы его не видим, потому что он пересох. Возможно летом воды становится меньше и водопад высыхает. Но знайте, если вы будете здесь зимой или весной по австралийскому времени, можете сюда заехать. Валамимби Фоллс. Второй по высоте водопада Австралии. В принципе на этом водопаде в Валамимби Фоллс. Очень красиво. И можно провести пикник. Есть специальные зоны для пикника. Есть где пожарить барбекю. есть где просто можно посетить и насладиться видами. Привет еще раз. Я продолжаю подготовку маршрута и приехал на новое место. Это место называется Дангар Фоллс. Водопад Дангар. И наверное хорошо, что вы смотрите это видео. Потому что этот водопад тоже пересох. 500 километров крюк и полтора дня пути потеряны. С группой сюда мы не поедем. Смотреть здесь нечего. Когда-то там был водопад. Но сейчас его нету. Видимо летом все водопады в Австралии выключаются. После долгих мытарств по Австралии я решил заехать в магазин и взять немножко продукта. Потому что питаться по струду уже надоело. И заодно решил развеять о том, что в Австралии все очень дорого. Вот к примеру стейк из кенгуру стоит 17 австралийских долларов за килограмм. Это стейк. То есть это вырезка лучшего мяса. Если взять говядину, говядина стоит от 8 долларов австралийских за килограмм до 20. Опять же здесь это качество мяса. карбанат 20 долларов. Все мясо свежее. Здесь мясо выращивается очень много коров и очень много очень большие фермы с коковым чесноком. Курица также дешевая. Фрукты разные. Есть некоторые дороже, некоторые дешевле, чем в России. шашлыки из курицы стоят 1 доллар за килограмм. Вот эти пары стоят 8 долларов за килограмм. Фрукты разные. Вот яблоки, груши. 4 5 долларов австралийские за килограмм. Все они выращиваются здесь. Бананы стоят 2 доллара за килограмм. Манго стоит 3 доллара за килограмм. Стоит снимать и я на этом заканчиваю. Здесь подводя итоги могу сказать, что в целом продукты стоят сколько и в России. Мясо дешевле, мясные дешевле, молочка очень дороже, фрукты примерно также какие-то дешевле, какие-то дороже, хлеб немного дороже. Но если брать в целом, то в целом все стоит столько 600 евро с. Я продолжаю подготовку маршрута для группы. Сейчас я уехал из центральной части Австралии ближе побережью направляюсь в сторону Сиднея. Погода изменилась кардинально, уже жарко, солнечно, также изменился климат. Начались вот такие эскалиптовые рощи, здесь стоит немоверный шум, вы, наверное, слышите. Это огромное количество цикад. Такое впечатление, как будто где-то рядом работает электрический ток под таким высоким напряжением. может быть вы знаете о чем я говорю. По-прежнему я не видел в дикой природе еще ни одного кенгуру, одного вомбата, ни одной коалы, только лошади, коровы, овцы, ну, тому подобное домашнее животное. Я хотел найти место, где можно будет увидеть хотя бы какое-то одно из этих животных в естественной среде обитания. Если такого места я не найду в ближайшее время, то, конечно же, мы заедем в заповедник. Там будет видно. Вообще хочу заметить, поездочка выдается непростая. Из многих мест, которые я для себя отметил заранее, не совсем пригодны для того туризма, который я хотел предложить. Они интересны для общего ознакомления, но не более того. Не стоит ради них ехать в такую даль. И сейчас мне приходится выдумывать на ходу какие-то места новые искать, которые бы смогли заинтересовать, которые были бы интересны группе, которая приедет в скором времени. Солнце светит нещадно, я еще практически не был на открытом солнце ни разу, но уже успела гореть, обгорела шея, руки. Загораю только из машины при закрытых стеклах и работающем кондиционере. Сегодня после долгих метарств и катаний по Австралии наконец-то я добрался до Сиднея, который когда-то претендовал на статус столицы страны континента. но так и не получившую его. Сегодня вечером у нас небольшой тренд по городу и завтра я продолжу искать какие-то интересные места, что непременно вы увидите дальше. субтитры